здравствуйте значит сегодня речь пойдет у нас об удлиненном зубиле вот бывают такие случаи когда значит не болгаркой не ключом ничего нельзя ни каким-то образом не открутить ничего не убрать а разобрать требуется значит что мы делаем мы берем значит удлиненное зубило и срубаем гайку болт винт вот мне лично приходилось срубать болты до 12 миллиметров ну соответственно и гайки от 6 до 12 легко срубается удлиненным зубилом вот сейчас мы с вами вместе сделаем удлиненное зубило что для этого надо ну вот видите уже бывало значит виды веретено она уже не новая используется как вороток в данном случае сделаем из него удлиненное зубило что для этого надо ну сами знаете что значит по веретену значит стучать нежелательно почему потому что металл очень прочный хрупкий возможно значит отколы всевозможные можно повредить себе значит соответственно и глаза и прочее прочее значит что для этого надо вот мы взяли значит гайки на 12 ну на 12 гайка хорошая всегда но на отсюда не входит что будем делать сделать следующим образом берем на себя гаечку на 12 и каждую отдельность но что берем их разрезаем разрезаем всего мы используем тут сколько увидите четыре гайки четыре гайки будет достаточно полгарочки разве гайки ну вот таким образом сейчас их разрежу ничем больше дела у нас тоже кстати сделаем гайки они не очень крупными салежками а теперь я использую здесь они и полога на них и более маленьких железок находятся на этих железок не тоже это видно но я в том числе на улице как говорится когда я чувствую здесь в этомsonо в этом месте у меня она тоже сноваgic очень много легких на протяжении резервы это не только осознанно фарма не я использую я olvidал в этом гайки надачи и нам нужно сказать в этом случае сален Advance берем и с одной стороны немножко их режем вот четыре штучки на вы достаточно таким образом соответственно вертина бывает разный бывает потолще будет потоньше вот на это вертина следующий этап у нас нужно нам надо будет вот эти все гаечки что одеть на вертину не знаете эти сочки маленькие не пойдут посмотрим сейчас затянем посмотрим что для этого надо надо просто взять молоточек молоточек и так весело весело сюда и ходить идут но не очень идут но не очень соответственно перейти на более мощные тиски а вот эти уже тиски по веселее будут если будет получше и если выйти получается в тиски еще можно сделать упор в листах и это будет уже лучше перейдем сюда вот уже одно деле говорить фото получается и обязательно угадывать его не обязательно задвить его немножко расходится это все нормально обжимает и хоть хорошо и выйдет хорошо вот значит один либо четыре гаечки и иначе сейчас дальше будем делать непосредственно ручку какой нам длины на дошел в зависимости от того кому сколько надо ну вот я приготовил вот небольшой пруточек такой ответе да я не знаю насколько я на 14 может быть на под рукой у нас танки цинку или нет ну будем считать что на 14 сможешь побольше даже вот мы сейчас его так вот поставим и приварим можно можно и трубку можно и трубку допустим любую трехчетвертную трубку полдюймовую трубку но единственное что обязательно нужно вот эту часть глушить то есть сюда ставить болт обварить его и значит соответственно тоже болт обварить будет уже ручка ну вот я взял значит вот такой пруток это тоже будет достаточно хорошо начнем сейчас мы здесь его прихватим на месте на месте прихватил и все будет нормально еще сейчас осталось что прихватить обварить вы заправить соответственно забил и новую же готова вот закончили сварочные работы сварочные работы закончили но особенность вот такая значит как я уже говорил что мы обварили только гайки где вот гайки стояли вот здесь мы приварили и несоответственно гайку приварили к металлическому прутку а вот само веретено здесь мы не варили здесь не варили если даже она будет немножко колебаться немножко это ничего страшного она уже значит достаточно прочь на виде даже не шевелится и все сейчас он немножко остынет на значки поправим и будет хорошо ну и в заключение хотел сказать что использование веретена и можно использовать не только как зубила здесь его можно использовать как вороток очень хороший прочный металл и вот как вот испытанный мой вариант уже тоже вот сделали значит пробойник из воротка здесь единственное что здесь конечно здесь используется вот трубочка трубочка с одной стороны здесь болти поставили трубочка болтик заварили здесь немножко прихватили несколько как к воротку вернее не как и к веретену а сколько чтобы она была более плотно держалась а что можно использовать для чего использовать можно и проводить ну соответственно по любому дереву значит берете надо какой-то заморез шурупе закрутить раз ударились вот все можно крутить можно соответственно значит при работе часто считается встречается так что ну нету под рукой у нас нету под рукой у нас шуруповерт взяли а необходимо значит что-то там что вы не говори что пробить прикрутить и так далее ну вот у нас видите вот здесь из металл металл но я думаю миллиметровка миллиметровка жесть я не демонстрирую жесть это саму собой легко пойдет легко пойдет а вот это после смели метровку значит миллиметровку можно даже попробовать попробовать посмотреть что из этого получится берем миллиметровый металл вот пожалуйста видите миллиметр пробивает соответственно здесь уже можно и саморез и шуруп что угодно можно и болтик поставить то закрепить то есть вот это очень хороший нужный инструмент получается видите пробойник из велетина и вот удлиненная зубила тоже из велетина на сейчас я маленько на дночке поправлю буквально одну минуточку так чтобы она остыла самого успея ну что поправляем с этой стороны чтобы не было заусенцы видите ну и с этой стороны поправим буквально все готово немножко горячее немножко горячее но по заточке веретина мне бы хотелось остановиться немножко буквально два слова вот если берем значит вот берите ну вот у нас получается если вот эта веретина у нас будет это верите но увеличенном размере да ну здесь получается мы затачиваем затачиваем это примерно по примерно получается ну в градусов 30 30 но самый конец вот где вот где будет рубящая кромкаじет еще скос делаем так вот скот сделаем ну вот здесь Вот видно будет, скос делаем, значит, получается где-то градусов на 60. Если острый скос оставить, то есть если продолжим вот так, да, то очень большая вероятность скалывания. Почему металл потом еще очень прочный. А если сделать, вот как я сказал, он будет рубить, рубить и рубить. Ну, все, я думаю, что данный инструмент кому-то послужит в труднодоступных местах. Сможете рубить, сможете использовать его как вороток, сможете пробивать, значит, отверстие в трудных местах, значит, в соответствии с металлами. Ну, вот видите, миллиметра пробивателя, я думаю, и полтора пробьет. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok